приступаем к разметке кнопок укладываем полочки 1 на другую правая на левую выравниваем по линии середины переда эта линия у нас прометана фиксируем в начале и в конце на деталях бумажной выкройки нам дана разметка кнопок однако следует проверить разметку на уровне груди 3 кнопка должна быть на уровне груди самых выступающих точек молочных желез если этой кнопки не будет она будет выше или ниже то на груди плоско будет распахиваться поэтому проверьте пожалуйста разметку после этого размечаем оставшиеся кнопки в данном случае у нас это 15 сантиметров между первой и второй кнопкой разметка первой кнопки находится на расстоянии 12 15 миллиметров от линии горловины вторая кнопка у нас тоже известно делим это расстояние пополам у нас это получается семь с половиной сантиметров и от первой до второй кнопки у нас будет 7 с половиной сантиметров именно с этим шагом необходимо разметить все оставшиеся кнопки так как у кнопки две части верхняя и нижняя то разметку необходимо выполнять и на правой и на левой полочках выполнили разметку разметку можно выполнить любым средством мелом мылом аквамаркером но стоит тестировать на образце того материала с которым мы работаем потому что не вся разметка удаляется если с вашего шелка ничего не удаляется или вы опасаетесь то необходимо прометать место расположения и только после этого приступать к пришиванию берем контрастную нить и выполняем несколько стежков на месте булавки линия середины переда у нас размечена она нам будет служить как ориентир пару стежков которые будут видны и с лицевой и с изнаночной стороны на верхней правой полочке также можно разметить линию середины переда чтобы видно было и на подборте так как с правой стороны у нас кнопки будут на подборте со стороны подборта еще раз прометываем с лицевой стороны и с изнаночной именно с нижней изнаночной стороны мы будем пришивать кнопку к выбору кнопок подойдите ответственно кнопки должны быть пластиковые небольшого размера легкие кнопка должна быть в диаметре 12 14 миллиметров очень крупные кнопки будут смотреться громоздко даже если они очень легкие могут быть вот такие пластиковые кнопки белые черные однако хорошо подстраиваться под структуру и любой цвет вот такие пластиковые полупрозрачные матовые или совсем прозрачные вот такие после того как выбрали кнопочку обязательно проследите на предмет заусенцев бывают такие небольшие заострения которые могут деформировать структуру материала если вы нашли такое местечко необходимо спилить пилочкой для ногтей аккуратненько проверяем несколько движений и наша кнопка готова на одной части и на другой кнопка должна быть гладкой теперь начинаем пришивать с обратной стороны правой полочки необходимо присоединить кнопку с выступом берем нитку иголку вставляем нить в иглу таким образом чтобы нить было вдвое но оба среза были с одной стороны а с другой стороны вот такая петля нитки полупрозрачные поэтому не слишком хорошо и заметно это выполняется для того чтобы не делать узелок чтобы пришивание было максимально гладким теперь располагаем нашу кнопочку со стороны подборта на правой полочке по разметке разметка у нас выполнена прометкой в виде крестика центр крестика это центр нашей кнопки придерживаем выполняем первый прокол насквозь уводим иглу и нить в образовавшуюся петлю и выполняем закрепку теперь в этот же прокол выполняем 4 стежка хорошо затягивайте стежки нитки тонкие шелковистые и к сожалению они распускаются поэтому стежок может получиться такой хлипенький этого не должно происходить затем заводим за стежки иглу и нить как бы закрепляем положение выполняем прокол между подбортом и бортом уводим иглу контролируем с лицевой стороны чтобы игла не вышла на лицевую сторону смещаем место расположения прокола ровно над следующим отверстием наши кнопки и пришиваем за следующее отверстие также 4 стежка в одно и то же место выполнили 4 стежка натянули закрепили у основания стежков и также выполняем разворот уводим нить между слоями аккуратно это может получиться не с первого раза контролируем с лицевой стороны и уводим иглу и нить вместо следующего отверстия на кнопки разметка снизу кнопки нам помогает так как кнопка полупрозрачная очень хорошо все видно также выполняем 4 стежка на месте в одно и то же место пальчиком контролируем с нижней стороны и точно также переходим на следующее отверстие кнопки игла вышла значит вставили неправильно проверяем себя и доходим до последнего отверстия также пришиваем четырьмя стежками выполнили 4 стежка у основания выполняем закрепку заводим углу только за стежки не за структуру материала 1 закрепка и 2 хорошо натягиваем и уводим иглу и конец нити между подбортом и полочкой нить подтягиваем аккуратно стараемся не повредить саму ткань и подрезаем таким образом у нас пришита кнопка можно сразу распустить разметку чтобы посмотреть что получилось с лицевой стороны должно получиться четыре места прокола на одинаковом расстоянии очень ровненькие с нижней стороны тоже убираем прежде чем пришить ответную часть кнопки посмотрите на одном ли уровне у вас разметка так бывает что растягивается правая или левая полочка и разметка выполнена не на одном уровне поэтому мы себя контролируем на каждом этапе застегнули имеющиеся кнопки и посмотрели на одном ли уровне линия низа на одном ли уровне выполнена разметка убедились что все хорошо правильно берем ответную часть кнопки более плоскую также располагаем ее посередине разметки придерживаем нить вставляем таким же образом вдвое и без узелка выполняем первый прокол в петлю закрепляем выполняем закрепку и выполняем 4 стежка на месте пришиваем точно так же как и верхнюю часть кнопки нижние части кнопки пришивать немного легче и менее ответственно так как при пришивании верхних частей кнопок у вас все стежки видны с лицевой стороны и они должны быть очень ровные в то время как нижние кнопки пришиваются на левую полочку которая идет с изнаночной стороны с нижней стороны выполняем второй прокол подтягиваем нити если они соскальзывают нити шелковистые и вдвое бывает их перекашивает поэтому контролируем чтобы не было огрехов также по 4 стежка закрепку у основания разворачиваем так чтобы вам было удобно работать проводим иглу и нить между подбортом и полочкой сильно не натягиваем в этот момент чтобы не сместить и в следующее отверстие пришиваем четыре стежка выполняем на месте стараемся не пришивать наметочные нити и также переводим иглу в последнее четвертое отверстие проверяем с нижней стороны и выполняем закрепку таким образом пришили все кнопки застегиваем проверяем на одном ли уровне у нас линии низа и горловина только после этого можно удалить разметку линии середины переда кнопки новые открываются довольно плотно поэтому старайтесь открывать их так чтобы растягивать не край борта а именно кнопочку придерживайте удаляем разметку помогаем себе ножницами если необходимо если где-то пришили разметочную строчку не тяните за нити иначе можно повредить структуру уже на финишной прямой на правой полочке то же самое на левой полочке если не выскальзывает тогда подрежьте и попробуйте потянуть с другой стороны удалили всю наметку наше изделие готово а